Согласен с Писанием. Богослужение Церкви. Исцеление народом. Город Киев. Ой. То есть, сейчас вообще 14 человек. А, там еще молящиеся есть. Ну, так же. Тут раз 17 человек пришло. Так манилюков не было. Слава Богу, манилюки приехали. Будем хоть кому петь, а то все пастор, да? Аллилуйя. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди притей, чтобы наполнили дом мой. Ибо говорю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. И с ним шло множество народа, и он, обернувшись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, своей матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том саму жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо, то есть на самом деле, кто приходит припурно, религиозно, не то, что значит, это тот же Бог сказал, который, почитай отца и мать, ибо это заповедь с обетованием, чтобы ты долго жил, он говорит, как его ненавидит. То есть позиция, когда выбора становятся шесть дней для жены, для матери, для работы, седьмой день для кого? Для Бога. Значит, седьмой день надо оставить такую красивую дочечку, вот, а дочечка маму, и рядом встать и славить Бога. Да? Аллилуйя. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. То есть это позиция Бога. Когда мы приходим, мы оставляем жену, вот, Надежда Викторовна вам приветствия я вам передавала, я ее оставил там, с собачками, ну, с Богом. Вот. Я оставляю какие-то свои дела, работы, какие-то вещи, которые нам надо делать. Кто-то может научить труд, как Татьяна Петровна, может быть, кто-то еще что-то, кто-то боится свою квартиру оставить, что воры ограбят, да? Вот. Но надо оставлять. Если ты на Бога оставишь, то Бог их хранит. А если ты будешь сама хранить, то потеряешь и жизнь не спасешь. Поэтому давайте помолимся, давайте поблагодарим. То есть у меня всегда в субботу наступает такая радость, и хоть Надежда где-то так ее простудила, что бухтит температура, но у меня радость не от того, что жена болит, а радость от того, что суббота, и то, что Бог у нас может приехать и жену здоровую найти, да? То есть и вас увидеть красивыми и здоровыми. Аминь. Все можем помолиться? Давайте встанем. Давайте, Сергей, ты, отче наш, помолись. Поприветствуем отца и сестры. Все вместе, да. Аллилуйя. Отец наш, Бог и Царь, благословенный во веки веков. Аминь. Слава тебе. За это доброе утро ты собрал нас, как отец своих детей, родитель своих сыновей и дочерей собирающих. Слава тебе, Господь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем блажнякам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Аминь. Здорово молятся, да, наши дни Сергия, молитвы, которые рекомендовал нам Бог, как прообраз. Поэтому и мы помолимся еще одной молитвой и благословим имя Господа, чтобы действительно, когда Давид зашел в храм, он прославил имя Господа и сказал, ты достоин вся слава и честь тебе, дорогой небесный Отец. Благодарю, Господи, за единство церкви. Я вижу еще один православный священник пришел. Господи, во имя Иисуса Христа мы благословляем Твое святое имя. И ты приходишь в единство, в единстве живет Господь. Да не прославится здесь ни одна душа, ни одна плодь, ни один сан, как кроме только сана, священника, чину Мелхоседека, который не с кровью овнов, но не с кровью козлов и не с кровью тельцов, а со своей собственной кровью, однажды зашел, чтобы искупить нас от всякого греха и поднес наше наказание на кресте, Господи, и искупил нас, отобрал силы тьмы дьяволом, поверг его позору и смертью смерть поправ воскрес, третий день, дабы и мы с ним воскресли. Ему вся слава, Ему вся честь, единому, суверенному, Бога неба и Богу земли. И все сказали Аминь. Потому будем славить Бога, славить и радоваться не потому, что у нас есть, а потому, что у нас есть Бог, Он внутри меня, Он на небе, поэтому я личность и никто у меня это не отнимет. Аминь. Петр Дмитриевич, приветствуем тебя и не только от пастыря, а также от православной реформаторской церкви. Аллилуйя! Это православная церковь Украины, ПЦУ, священник. Воздайте Богу славу, что мы так дружим, Аллилуйя! Спасибо, Господь! Мы благословим наших левитов, благословляем наших музыкантов, добавляем словами силами в духе славе, и мы с ними. Аминь. 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 О, и счастье у меня, Иисус Господь, чьи мой. О, и Адонай, Адонай, Адонай всегда со мной. О, и Адонай, О, и Адонай, всегда со мной. Я буду бить и ликовать, бить Господа моим. Теперь моя душа всегда, навеки будет с ним. О, и Адонай, 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 всегда со мной. О, и Адонай, О, и Адонай, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПОЕТ НА РОЖЕНИЯ Маскияй, Иисус, Маскияй! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Но не с огорчением служили вам, передавая не себя, не свою обиду или на кого-то, но Слово Божье и Любовь, кто нас согласен с этим. Значит, это три обязательные молитвы. Это то, что Бог благоволит, чтобы мы молились. И действительно, если в твоем сердце есть Дом Бога и живет Христос, тебе будет всегда, по крайней мере, всегда желание молиться. Чтобы всегда. Не всегда у тебя будет получаться. Ведь всегда ты временный. Но всегда будет желание. Аллилуйя. И поэтому Юрий Николаевич будет молиться за пастора. Возьми вот у паса Сергия микрофон, будешь молиться за пастора. В это время, когда мы начнем эту самую молитву, возьмите свои десятины пожертвования. Мы много об этом не говорим. Написывай освящение и благослови. Пастор, благослови десятины пожертвования, отец. Как? Молитву, и вы начнете молитву. Господь Святой, благослови, Боже, десятины пожертвования народа Твоего во имя Иисуса Христа, Боже, потому как действительно это Твое благословение, Боже, в Церкви Твоей. Боже, пусть Господь, как сказано, за все отличаясь серебро, и пусть Господь действительно финансовое обеспечение Церкви и служение, Боже, будет от Тебя благословенным. Боже, и народ Твой жертвующий, да будет благословенным. Тридцать, шестьдесят, востоков и более, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Халилуя. Поехали. Пусть эта молитвенная песня возбуждает вас в молитвенный дух. Ибо когда мы соединяемся в ноги с Богом, то уже он близко. И когда он близко, тогда он слышит, а отвечает, мы не молимся далеко в небо. Мы вот здесь внутри, в небесах, соединены с небом, гребеньем. Чтобы вы не думали, пока долетит, то Бог забудет. Нет. Аллилуйя. Бог слышит? Бог отвечает. Рука его не сократилась. Аллилуйя. Дом Божий. Дом Божий. Дом Божий дома, морит, вынаряжется, так говорит Господь. Магомонононононононононононононононононононононононон, Субтитры подогнал «Симон» 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 И мы благодарим, что Ты, Господь, в нашей стране, и Ты поставил всех начальствующих в нашей стране, Господи. Дай страх Божий в их сердцах, чтобы они познали Тебя, прикослись, Господь, к ним, чтобы они пришли к Тебе, чтобы искали Тебя, чтобы жаждали Тебя, чтобы служили Тебе и народу Твоему во имя Иисуса Христа. Честно мы связываем именем Иисуса Христа, дух наркомании, дух коррупции, дух алкоголизма, Господи, дай им честь Твою во имя Иисуса Христа, дай им совесть Твою во имя Иисуса Христа, прикослись к ним кровью своей, во имя Иисуса Христа, чтобы они, Господь, искали Тебя, чтобы страх был Божий в их сердцах, чтобы они служили честно во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя и славе величаем, ибо только Ты один, Господь, достоин всей славы и хвалы. Аминь. И мы также благословляем всех новых депутатов, потому что у нас парламентская, президентская власть, и хоть сегодня это поддерживается почти единая, без коалиции, но пусть закон не нарушается, пусть будет парламентская, президентская власть, как гласит Конституция. Мы также благословляем нашего президента, как гаранта Конституции, дабы Ты давал ему премудрость и управление во имя Иисуса Христа, дабы Ты давал ему благодать и управление, Господи, не для себя, не для того, что скажут на Западе, в Америке или в России, но для народа своего, ибо цари управляют премудростью, тем более президенты и избранные правители должны иметь ту мудрость от Бога. И пусть законы, которые принимаются, они не расходятся с законами Божьими во имя Иисуса Христа. И всякие законы, которые не от Господа, пусть они не пройдут, естественно, или сверхъестественно. Потому что праведность возвышает город, праведность возвышает страну, и мы благословляем нашего президента. Мы также разрушаем власть дьявола, всякие замыслы на его душу, на его плотное, на его влияние во имя Иисуса Христа. И также благословляем вновь избранных депутатов, чтобы они не разворотились, чтобы они не пошли вслед тех, которые были перед ними во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя и Дух Твой помазанья сойдет к ним во имя Иисуса Христа. И страхом Господнем уразумятся и премудростью Божией исполняться, дабы не управлять просто страной, а управлять для блага страны во имя Иисуса Христа. Мы также призываем мир на Украину, на востоке, на сападе, на севере, на юге, здесь, в столице. Благословляем, связывая всякое дух разъединения, ибо горе сеющему разделение написано, ибо атаковые пожнут Гиену Огненно, помилуй Господи, и блаженные миротворцы, блаженные миротворцы, пусть придет мир, пусть придет благодать, и уберутся всякие внутренние границы на Луганско-Донецких областях. Мы благословляем жителей Крыма, потому что это Украина во имя Иисуса Христа. Мы благословляем всех друзей наших, во всех конфессиях, это номинация. Мы благословляем протестанские конфетии православных всех направлений, во имя Иисуса Христа и католиков, дабы они также пришли во единство, ожидая Христа. Мы благословляем наших друзей, Господин Германия, Виктора Вальдемара, Россия, Таню, отца Сергия, во имя Иисуса Христа, Харькова Юрия, Днепропетровске, Владимира, который сейчас полетел служить во Владивосток. Храни его, Господи, во имя Иисуса Христа. И также Глеба Спивакова, которая миссия, она просто делает свою работу в бизнесе и в кругах политиков. Во имя Иисуса Христа, мы благословляем всех наших близких, родственников во спасение, ибо рука Господня, она не сократилась спасать. Мы благословляем наших врагов, ибо духовных мы побеждаем именем Господа, а физически отдаем в твои руки. Пусть ты будешь за нас защита, мститель, Господи, во имя Иисуса Христа. Храни наших больных, немощных, раненых во имя Иисуса. Не ожесточи сердца, Господи, в столь тяжелое время, когда идет война. Пусть, Господи, также твоя рука хранит этих защитников Отечества во имя Иисуса Христа. И пусть перекуют, Господи, эти мечи, автоматы на тракторах, танки, на орала. Пусть это придет не завтра, а сегодня. По милости твоей и по молитве нашей, ты сказал, сократятся эти дни. Мы верим, мы благодарим. Во имя Отца, во имя Сына и Святого Духа. И все сказали «Аминь». Сыщи Его лица, познай Бог Отца, так говорит Господь. Сыщи Его лица, познай Бог Отца, так говорит Господь. Сыщи Его лица, познай Бог Отца, так говорит Господь. Морис, 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 Морис Творцу. Морис, 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 Морис Творцу. Морис, 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 Морис Творцу. Молись, 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 молись. Юра, молись. Божий Минстaurи데 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 За дар с Тебе, Боже, Миссу Христа, который Ты, Боже, не изливаешь. Мы благодарим Святой Боже за этот дар с Тебе, Боже. Радоваться и торжествовать, Боже, во Христе Иисусе, Боже, о Твоих делах в Ее семье. О Твоих делах, Господи Миссу Христа, в Ее теле. О Твоих делах, в Ее детях, Боже, Миссу Христа. Ибо дети пастора Константина – это род праведный. Мы благодарим Святой Боже Миссу Христа за Твои дела, Боже Миссу Христа. любочки и не в тимофее матфея божьего в деме юлия божьего иисуса христа мы благодарим сеток уже не сулиста и поеду рот праведу божий не сулиста который ты какой-то же не сулиста наполняешь даже куриста вичи благостью послушаться к тебе поисусу алиса а а а а а а а стоп а а а а а а а и своими свои а а а а а а мяуя Идея Украины, больных детей, инвалидов немощных. Идея, это наше наследие от Господа. Дорогой Небесный Отец, мы молимся и благословляем наших детей. Мы помазали во имя Господа нашего Иисуса Христа. И эти дети, это служители Твои здесь в церкви. Пусть Божья любовь в них приумножается. И сила и крепость веры будут превыше похоти юношеские. Во имя Иисуса Христа, всяких демонических нападков. Во имя Иисуса на плоти душа ихняя. Спасибо Тебе, Господи, что они в Твоей руке. И никто их не может восхитить от Тебя. Мы призываем ангелов охранять их плоти душам. Мы призываем силу любви Бога прикоснуться к ним, ибо им принадлежит Царствие. А значит и обетование Царствия здесь на земле, как на небе. Мы призываем также кровь Иисуса Христа на плоти душу ихняя. И ни одно злое слово не состоится против наших детей. Мы приносим наших взрослых детей также и внуков наши во спасение от Тебя. Мы приносим детей Украины больных, Господи, немощных инвалидов детей. Во имя Иисуса Христа сирот детей и детей улицы. Прикоснись к ним там, где они находятся. Спаси их, Господи, согрей, усынови и исцели, помилуй и дай им кровь над головой и тепло Твое. Твою любовь через усыновление, через, Господи, обретение не только небесного Отца, но и этим сиротам, чтобы они обрели Отца здесь на земле и маму, чтобы у них был дом, а не интернет. Благослови, Господи, детей, погибающих от наркотиков, алкоголя и всякого демонического навождения. Мы их также благословляем, чтобы пришла полная свобода во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господи, что если мы не можем помочь как-то, то мы можем молиться. Благослови этого мальчика Давида, которому пересадили костный мозг, Виталия, и он выжил. Спасибо, Господи, что ты восстанавливаешь его. Благослови, Господи, этого мальчика Андрея, которого прооперировали руку, онкология, и мы как могли помогали не только духовно, но и материально. Спасибо, Господи, что ты прикладываешь ему жизнь, как и Давиду, как и этому, и также в их лице всем детям нуждающимся здоровья во имя Иисуса Христа. Благодарим за наших детей, которые Божьи дети, и они понесут род праведный. Я верю, Господи, в наследие Христово, род праведный. Ибо, как говорит Божий человек, для меня нет больше радости, чтобы мои дети ходили в Господь. Аминь. Поздайте Богу славу и увидьте своих детей тоже спасенных с неба через призму Христа. Может, по горизонтали они еще грешники, но через призму Христа, который Отец смотрит через Сына. Бог говорит, спасешься ты и весь дом твой в лишние и дали. Аминь. Иди, бери микрофон, а вы присаживайтесь. Спасибо вам, что вы дали нам вас Бога славить. Спасибо. Аллилуйя. Дайте вас дадим еще раз Богу аплодисменты за наших детей. Благодарю за все. Моли, моли всегда. Благодарю за все. Благодарю за все. Молись, молись всегда, Благодарись за все, Скажи Иисусу да. Молись, 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 молись всегда. Молись, 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 молись всегда. Молись, 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 молись Молись всегда Морись, 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 морись всегда. Молись, 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 молись всегда. Дом мой дома, молитвы наречется, так говорит Господь. Дом мой дома молитвы наречется, так говорит Господь. Дом мой дома молитвы наречется, так говорит Господь. Молюсь, 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 Христу. Молюсь, 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 отцу. Молюсь, 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 Творцу. Молюсь, 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 Христу. Отец Сергий помазывает эти платки и салфетки во имя Христа Иисуса Господа нашего. Дабы, когда вы воздушите, пришло и встретить, он также благословляет этих людей на фотографии, чтобы благодать спасительное явилось им. А мы помолимся еще одной молитвой. Сейчас, вот слава Богу, в августе заканчивается, 2 сентября там демонические праздники сатанисты справляют от 2 августа до 2 сентября. Они даже постятся, постились сатане. Поэтому Библия говорит, разрушьте их дела. Они молятся сатане против людей, служителей, потому что просто люди их не интересуют, потому что они и так во власти дьявола. Поэтому давайте встанем, просто молитвы и брали, увидим, где вас доставал этот бес. И Библия говорит, противостаньте, что? И он убежит. Где-то это ложные факторы здоровья, где-то это какие-то подножки, нападки душевные, физические. Кстати, сейчас вот эту проблему по-женски Бог исцеляет. И мы просто должны пленять этого дьявола мысли, которые посылают нам в голову, да, как вроде бы наши. Или даже иногда, что это Бог говорит. Но это не так. По плодам узнаем. Если эти мысли, эти атрибуты расстраивают, угнетают, то есть отходят от Божьей благодати, от отца, от поважения, пусть он не лезет, потому что дела его не безызвестны. Он отец за лжи. И он нам хочет это за правду преподать. Так, что? Так больше же ничего не изменится. Ноги твои исцеляются прямо сейчас. Почувствуйте, потом еще отец Сергий будет молиться за помазанием на служение. Мы ему передаем им вторую часть служения. Поэтому давайте встанем в духовном мире. И мы не видим в каждом брате наших бесов. Но наоборот, это Божий Дух. И мы одеты в его силу, в его праведность. И неважно.